Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава БО. Рошходыш. Вообще много нового. Знаете, в этой недельной главе разбираются ошибки человечества, неисправленные по сегодняшний день. Мы изучаем египетские казни, потому что в них корень всех бед, которые приходят в мир по сегодняшний день. Казни были предназначены не для того, чтобы наказать фараона, только его народ за жестокое обращение с израильтянами. Главное было другое. Показать им бессилие тех богов, в которых они верили. Что это означает? Это означает, что сейчас, если на мир обрушиваются вирусы, беды какие-то, это значит, что мы продолжаем верить в лживых богов, а нам доказывают их несовершенство и глупость. Если мы сегодня приводим в мир все бедствия своим тупым нежеланием поменять себя и мир, то это только потому, что мы не вынесли урок из того, что было. Каждый верит в свое, у каждого свой бог. Один верит в связи, один в деньги, один в ноутбук. Все, что угодно, но только не богом. Если мы представляем в себе вот этого вот бога, как одной сил, которым надо дать подношение, отделавшись от него, то мы верим в ложного бога. Если мы считаем, что бог это тот, кто просто требует от нас дать чего-нибудь мне, а я там за это не буду закрывать глаза на твои действия на земле, такого нет. Здесь совсем о другом речь идет. Все, что придумывают себе люди, это не боги, это силы. Силы, которые подлежат украшению или умилостивлению, или манипулированию. Но это никакого отношения не имеет к тому богу, который является богом монотеизма. Богом, в который, как бы, если ты приближаешься к богу и считаешься его в глазах праведным, только тогда, когда ты исправляешь свои душевные качества, а не прыгаешь в длину, укорщаешь гору или даешь ему подношение. В этой недельной главе можно рассмотреть величайшее правило жизни этого мира. Знаете, как оно называется, к сожалению? Это карательная справедливость. Мира за миром. Как ты поступишь, так поступят с тобой. Этот мир отмеряет тебя так, как ты меряешь ему. Смотрите. Сначала приказ был египтян-повитухом убить всех израильских младенцев мужского пола. Когда это не удалось, приказал фараон, каждый рожденный мальчик должен бросать брод, был урошен в Нил. То есть фараон превратил то, что должно было быть символом жизни. Реку, да? Нил, питавший земледелие всего Египта. Во что он превратил ее? В орудии смерти. Он в орудии смерти. Он стал, он жизнь поменял на смерть. Река, превратившаяся потом в кровь, это закодированное сообщение египтянам, что реальность имеет какую-то этическую структуру. Духовность первична. Все, что происходит в человечестве, он само человечество закладывает в себе. Не Бог как бы приводит кары, чтобы наказать непокорного человека. Бог приводит в соответствие тот мир, в котором он задумал, а мы его портим. Посмотрите, как боги, которых египтяне там придумали, поворачивали против израильтян, поворачивались против них. Все, что в мире используется во зло, все силы природы, которые используют во зло, они обратятся потом против человека. В истории есть справедливость. Атом может давать дешевую энергию, а может атомную бомбу. Все зависит от человека. Если люди исправляют свои ошибки, не могут исправить свои ошибки, тогда Бог вмешивается в историю. Он по-любому добьется исправления мира. Если человек сам не судит себя, его судит небо. Вот так написано. Что это означает? Это важнейший закон. Это объяснить того, как спасаться в этом тяжелом, сложном мире. Надо судить себя каждый день, подводя итоги своего дня, по очень жесткому эталону, чтобы, беря на себя, обязательство утром исправить это. Это единственный путь человека на земле. Небеса как бы говорили египтянам. Вы совершили или поддержали даже пассивно убийство невинных детей. Теперь есть только один способ, благодаря которому вы хоть как-то осознаете зло. Вы сами пострадаете, и все ваши первенцы погибнут. В этом мире первично слово. Этот мир построен на духовной основе. Любую ситуацию можно исправлять только в духовном мире, исправляя себя. Проблема в том, что если мы не исправляем этот мир, будем поклоняться телевизору, компьютеру, врачу, космонавту, я не знаю там, вступает в силу жесткий закон. Человек должен доказать свое право жить в этом мире. Все можно поменять, но только в духовности. Первично слово. Короче говоря, надо выполнять предписание Бога и жить как человек. Только в понимании Бога как человека, а не в нашем понимании. Расскажу короткую мазь. Однажды извозчик пришел к Равину из города Александра с жалобой странной. Рэбе, моя лошадь отказывается от пищи. Равин спрашивает, слушай, а ты сам как кушаешь? Нормально? Аппетит хороший? Да, отлично. А ты благословляешь на еду, там, произносишь молитвы какие-то? Он говорит, Рэбе, мы при лошадях, откуда у нас взять время? Я живу просто, ничего этого не делаю. Тогда сказал ему Равин, ты ведешь себя как животное, поэтому твоя лошадь для равновесия поступает как человек. Не ищи себе послабление, начинай жить как человек, и тогда лошадь у тебя будет кушать с аппетитом. Вот такая простая история, ее можно вслушаться и понять. Дорогие друзья, каждое дерево имеет корни, которые обеспечивают питание, рост, а также глубоко укодя в землю, не позволяют ветру свалить его. Так и в духовном плане. Человек должен пустить кормы, чтобы они пытали его. Вот эти корни должны закрепить его, давать энергию, рост, а также силой выстоять против сотрясающих вот этих ветров, которые бушуют в этом мире. И тогда все будет хорошо. Брахава, Ацлаха, всего самого лхамова лучшего. Ходыштов. Продолжение следует... Продолжение следует...